Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы как-то познакомились с мужчиной, он знает, мы оба это знали, но это просто так написало, чтобы была общая картина. Мы начали общаться, мы были прямо хорошими друзьями. Прямо такое взаимопонимание, взаимопомощь, дружили так пять лет. Виделись, конечно, редко из-за его семьи, скажи честно, секс был не при каждой встрече, дружба тоже была и она больше часто занимала, как бы парадоксально это ни звучало. Мне нравилось его немного игнорировать, он всегда писал первую, мне всегда была потребность знать, что я его лучший друг среди девочек, как он сказал, я прекрасно понимал, что он мужчина и я ему с другой стороны интересен, не только как друг. Но мы были действительно друзьями, прежде всего мы обожали общаться на любые темы и говорили часами, но меня было с ним не мучилось, вклянусь. Так вот, он улетел через другой город, писал меня, я игнорировал, он не обижался, мне просто было всё равно, я даже как-то отвыкла от него. Недавно он прилетел сюда по работе, по его инициативам и встретили, все было хорошо, я поняла, как соскучились по друг другу. Вторая встреча прошла плохо, он был расстроен из-за проблем с семьей, я обиделась, что он мало мне уделял внимания. Написала ему на эмоциях, что дружба, наверное, надо прекратить, но потом я сказала, что сапсиху написала. И тут я офигел, когда он написал, что я его обидела и предала, этими словами попрощался со мной, грубо говоря. Сказал, что как бы мы не были дорогие, близкие и дорогие люди, он порвёт эту связь, раз я его так обидел. Я ему много писала, просила прощения, он стоит на своём, сказал, что это конец нашей дружбы. Я только после этого момента поняла, как он мне дорог, в смысле, как друг. Я в депрессии спросила, есть ли у него шанс, что он простит меня. Он сказал, что не знает, что меня ждать. Я искренне верю, что он простит меня и верю, что я ему дорога как друг. Есть шанс. На мой взгляд, ваш рассказ, это рассказ о низкой самооценке и о страхе построения близких отношений. И, на мой взгляд, то, что вы описываете, напрямую показывает, что у вас есть с этим трудности. Почему? Ну, потому что вы прибегаете к, например, манипуляциям, да, то есть вы манипулируете человеком, да, вы игнорируете, вам нравится знать, что вы лучший друг, вот, и так далее. Это все напрямую свидетельствует о том, что как раз таки вот есть те проблемы, о которых я описал. И то, что вы спрашиваете про шанс, это тоже подтверждение того, о чем я говорю, к сожалению, к сожалению. То есть это подтверждение того, что вот как раз, ну, занятие на оценке и так далее. Потому что изначально эти отношения, они были не то чтобы бесперспективными, а скорее человек как бы определил для вас место в его жизни. Место в своей жизни человек для вас определять. И это место было всегда. Просто вас как бы задевало то, что вы у него не на первом месте. И то, что вы обижаетесь, то, что вы пишете, как вы говорите, с психу, это вот как раз история про то, о чем я говорю. То есть вы в отношениях уже как-то вот себя, получается, позиционировали, ну, в несколько такой проигрышной позиции. А дальше все развивалось только по нарастающей. Позиция, при которой пока человек проявляет к вам внимание, он вам не нужен, а когда он внимание перестает проявлять, вы сразу чувствуете в нем потребность, это позиция, я бы сказал, человека, испытывающего страх отвержения. То есть человек, человек, которому интересно только, когда от него отворачиваются, человек, которому интересен другой человек только, когда внимание к нему, ну, принижается, да, понижается, скажем так. Вот, это все-таки история про страх отвержения, про проблему отвержения, скажем так, в контексте восприятия другого. Вот. И, соответственно, вам необходимо, на мой взгляд, работать в первую очередь именно с этим. И то, что вы вымаливаете прощения, это, на мой взгляд, ну, на мой скромный взгляд, тот факт, что вы вымаливаете прощения, это вот в какой-то степени такое, знаете, поведение ребенка. То есть ребенка, то есть ребенок обычно вымаливает прощения у, собственно, родителя, чтобы тот его просил, чтобы тот его, что называется, ну, принял, да, назад. Вот. То есть это вот такая модель поведения. И она в этом смысле, к сожалению, достаточно деструктивна. И, по большому счету, сводит на нет все, что вы вот, ну, делаете для, там, например, выстраивания взаимодействия. То есть, в любом случае, сейчас вы даете другому человеку, по большому счету, неограниченную власть над собой, вот, именно тем, чтобы он вымаливаете прощения и говорите о шансах. А человек говорит, ну, в этот момент он обижается на вас еще больше, потому что чувствует, что вы признаете, условно говоря, ну, свою вину. Вот. И из этой позиции, из позиции того, что вы признаете свою вину, вас, конечно, легче винить и совершенно, на мой взгляд, ну, совершенно, на мой взгляд, естественным образом хочется на вас обижаться и так далее. Вот. Это, как вы понимаете, я надеюсь, такой, ну, порочный круг в общем и целом. Вот. Это, это порочный круг. И необходимо, чтобы вы из этого порочного круга выходили. Необходимо, чтобы вы выходили из порочного круга, когда вы действуете из позиции, то вы сверху, то вы снизу. Вот. Мне все-таки кажется, что общение желательно выстраивать и контакт желательно выстраивать все-таки на рамах. Вот. Потому что мне кажется, что все люди, и в этом смысле вы не исключение, а достойны того, чтобы общаться с теми, кто нам интересен, с теми, кто нам дорог, именно что на рамах. Вот. Как вы понимаете, больше сейчас этого не происходит. То есть, как вы понимаете, сейчас ситуация, ну, заключается в том, что вы не на рамах общаетесь с мужчиной. Вот. И вы в нем очень сильно нуждаетесь. Вот. Нуждаемость в нем – это еще один важный, как мне кажется, фактор, на который вам необходимо обратить свое внимание. Вот. То есть, как получается, что я, ну, вот, в человеке, да, грубо говоря, нуждаюсь. То есть, как получается. Так что, вот, я сейчас для этого человека не могу и не могу настолько, что, вот, даже, там, грубо говоря, депрессию чувствую. То есть, ну, опять же, депрессивное состояние – это еще не доказано. То есть, ну, как бы, депрессия – это болезнь, и, соответственно, нужен диагноз, вот, который, ну, как-то подтвердил бы то, что у вас, ну, на самом деле, имеет место быть депрессия. Вот. А не то, что это, например, просто такое вот, скажем, ну, депрессивное состояние, да. Вот. То есть, это необходимо тоже отграничивать, как бы, одно от другого, в любом случае, в любом случае необходимо отграничивать одно от другого. Вот, чтобы, ну, чтобы не путать эти вещи и, как бы, отдавать себе отчет в том, что, ну, вот, что ситуация, она, в этом смысле, может быть другой. То есть, не, то есть, совершенно, совершенно не факт, что у вас именно депрессия. Вот. Поэтому здесь, конечно, имеет смысл уже в этом направлении работать, да, и имеет смысл в этом направлении исследовать себя и исследовать ваше взаимодействие, ваше взаимодействие с человеком. Вот. Чтобы не, ну, чтобы, например, не приписывать того, чего нет, да, то есть, чтобы все-таки, ну, максимально корректно смотреть на ситуацию, да, и не путаться. Вот. Есть у вас, на мой взгляд, и позиция здесь, так скажем, детская, когда вы спрашиваете про шанс, это детская позиция. И есть у вас здесь, на мой взгляд, проблематика, связанная с вашими, с вашими чувствами. То есть, вот, то, что вы, условно говоря, ну, вот, впилили, да, то, что вы впилили, то, что вы на эмоциях что-то человеку наговорили, вот, это, на мой взгляд, ну, свидетельствует в первую очередь о чем? Это, на мой взгляд, свидетельствует в первую очередь о том, что вы не владеете собственными чувствами. Вот. То есть, это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что вы не очень хорошо ладите со своими чувствами, вот. Вот. Вы не привыкли, допустим, ну, к своим чувствам прислушиваться, да, вы не привыкли к своим эмоциям относиться, так скажем, внимательно. И, на мой взгляд, это может быть достаточно, ну, такой, серьезной проблемой, если мы, опять же, говорим, вот, о том, как вы выстраиваете, свои отношения. Вот. Ну, в данном случае это не так важно, с кем, вот. То есть, сегодня это может быть мужчина вот такой, а завтра это может быть человек какого-то, ну, другого плана. Вот. То есть, это, на мой взгляд, не так важно. Важно то, что если вы не в лобях, если вы не в лобях со своими эмоциями, да, если вы не в лобях со своими чувствами, вот, то вам будет так или иначе, сложно простраивать отношения, сложно, ну, формировать какую-то свою позицию, какую-то свою, ну, свою базу. Вот. То есть, говоря о базе, я здесь, ну, подразумеваю именно вот то, чтобы вам было, ну, комфортно, чтобы вам было хорошо в отношениях. Вот. А сейчас, ну, понятное дело, что такого нет. Вот. То есть, сейчас вы на это внимания вообще не обращаетесь. Вот. Это очень печально, это очень грустно, потому что, ну, шансов на то, что у вас таким образом будут получаться хорошие качественные отношения, очень мало. Вот. А огня, а точнее масло в огонь, точнее масло в огонь добавляет ещё и то, что вы довольно, как бы, ну, довольно сильно склонны рационализировать. То есть, вы склонны объяснять какие-то вещи, вы склонны, эм, ну, к тому, чтобы, эм, чтобы, эм, придумывать какие-то объяснения. Объяснения, эм, ну, ситуа, эм, ситуация. Вот. И это тоже очень, эм, сильно влияет, вот, это тоже очень сильно влияет на то, как вы, вот, ну, вы, эм, взаимодействуете. С, эм, эм, людьми вокруг вас, как вы взаимодействуете, эм, эм, сами с собой и так далее. Эм, вот. Эм, потому, потому что, эм, объяснение, эм, часто служит нам для того, чтобы мы могли, условно говоря, эм, интерпретировать, эм, эм, события, эм, значит, чтобы мы могли интерпретировать то, что с нами происходит, эм, ну, вот, эм, включая это в нашу привычную, эм, привычную картину мира. И, соответственно, мы, эм, в этом смысле, получается, избегаем всего, чтобы он не вписывается в нашу эм, эм, привычную картину мира. Мы этого избегаем, мы, эм, ну, просто делаем вид, как бы, делаем вид, как будто этого, как будто этого нет. Вот. Хотя на самом деле это, это есть. Вот. Но мы делаем вид, как будто бы этого нет. Вот. И, собственно, вот, эм, получается, эм, такая, довольно неприятная история. Вот. Поэтому я бы сказал, что вам не нужно, эм, спрашивать по поводу, эм, как сказать, по поводу, эм, шансов. Эм, дело здесь не в, эм, шансах, как мне кажется. Эм, дело здесь не, эм, совершенно не в шансах. Эм, дело здесь заключается в другом, дело здесь заключается в самом подходе к отношениям. И если вы, эм, свой подход к отношениям не измените, а сделать это можно только через, эм, допустим, эм, изменить, ну, сделать это можно через, эм, например, эм, изменение отношения к себе, да? Вот. А если вы в этом направлении двигаться не будете, вот, то даже в том случае, если человек, эм, ну, к вам вернется, вот, даже в случае, если человек будет, например, с вами, да? Эм, все равно есть вероятность, что вы отношения, ну, разрушите. Вот. Опять. Потому что, ну, ваша модель, эм, поведение, она, эм, в этом смысле, эм, вот, эм, вообще никуда не уйдет, она не исчезнет. То есть вы будете вести себя так же, вот, как и, ну, как и вели. И, соответственно, проблематика, она сохранится. Вот. Поэтому, на мой взгляд, эм, необходимо действовать вот именно в рамках, в рамках, эм, того, о чем я говорил все это время. Вот. На мой взгляд, необходимо действовать, эм, в рамках, эм, в рамках коррекции, э, отношения к себе. На мой взгляд, эм, необходимо действовать в рамках, э, изменения восприятия себя и партнера. На мой взгляд, необходимо действовать в рамках, э, работы с вашими, э, с вашими, э, скажем так, э, э, страхами. Вот. Эм, и тогда у вас получится, э, у вас появится, э, реальный шанс на то, чтобы э, э, выстраивать другого рода отношения, которые... Удовлетворяли бы и вас, и партнера, эм, э, как бы рядом с вам. Вот. Речь идёт, в том числе, о нуждаемости, да, то есть речь идёт о том, что вот я нуждаюсь в человеке, речь идёт о том, что я испытываю, ну, определённую, скажем так, потребность в человеке, вот, и речь идёт о том, чтобы этот момент скорректировать максимально для вас предъемлемым образом, вот, само собой, само собой, сейчас ни о чем таком речи не идёт, вот, сейчас вы не замечаете того даже, чего вы хотите, вот, а ведь это очень важный момент, это очень важный момент, то, в чём вы нуждаетесь, вот, то, чего вы хотите, это всё очень важные моменты, вот, и обращать на них внимание, ну, принципиально важно, а к себе вы не внимательны, то есть, штука в том, что нет абсолютно ничего плохого, в том, допустим, что вы, ну, вот, встречаетесь с женатым мужчиной, вот, в этом смысле, в, ну, как бы, в этом смысле в ханжу играть никто не собирается здесь, вот, и мы не собираемся играть в ханжу, ну, потому что, как бы, вы делаете то, что хотите, вы взрослый человек, вот, но то, что вы описываете, является, ну, довольно таким вот, мне хочется верить, вы понимаете, неприятным откатом от того, какую модель поведения вы выбираете, и этот откат, данный откат, говорит о том, что вы действуете, ну, вот, в этом смысле, вы действуете себе во вред, к большому, ну, к большому сожалению, вот, и коль вы действуете себе во вред, то давайте будем, ну, это исправлять, вот, давайте будем это корректировать, давайте будем это менять, конечно, при том условии, если вам это нужно, да, вот, чтобы человек, даже если он вернется, чтобы он не начал качать права, вот, чтобы он не начал думать о том, что ему теперь, ему теперь, вот, вообще все можно, все можно, вот, чтобы он не начал думать о том, что у него развязаны руки, и вы будете там, грубо говоря, ну, позволять ему все что угодно, вот, потому что это похоже на, ну, условно говоря, манипуляции. Вот, я, конечно, не думаю, я совершенно не думаю, что что человек как-то специально, да, это всё делает, я думаю, что человек, может быть, тоже оказался не готов, вот, но я думаю, что поскольку вы невнимательны к своим чувствам в целом, вот, то я думаю, что и вы выбираете такого человека, который не особо внимательный к своим чувствам, потому что, например, игнорирование, вот как, допустим, ну, вы его описываете, да, вот, что я, я там, его игнорировала и так далее, вот игнорирование, как вы описываете, не может быть, ну, позитивным. Я думаю, что мужчина ваш, он тоже свои чувства, ну, как-то принижал, да, я думаю, что он не обращал внимания на то, что ему хотелось, на то, что ему было важно, нужно, вот, и понял уже он это всё тогда, когда, ну, мягко говоря, было не то чтобы поздно, да, а понял, когда, ну, критический момент был, вот, и, в общем и целом, эта тенденция, она весьма-весьма, тревожна, вот, такая тенденция, она весьма-весьма тревожна, на мой взгляд, вот, потому что она несёт в себе вот такую, во-первых, конфликтогенность, вот, во-вторых, несёт в себе она, это, ну, это, это ситуация, несёт в себе, значит, скажем так, ну, травмированность, то есть травматичность для вас, вот, и является, ну, и является, ну, по-моему, по сути своей, эээ, весьма опасность, вот, помощник по сути своей, ээээ. По сути своей,. Вот. Ээээ, я, я бы, я бы так это сказал, Я бы вот такой бы ответ здесь бы вам предложил. И, собственно, вот по моему мнению, по моему мнению, именно с этого, именно с этого, и нужно начинать, вот. По моему мнению, опять же, повторюсь, да? То есть, ну, понятно, что могу я ошибаться, вот. Понятно, что могу я быть неправ, вот. Понятно, что могу я думать, ну, в данном конкретном случае в неверном направлении, вот. Но мне всё-таки кажется, по крайней мере, исходя из своего опыта, да, мне кажется, что общая картина такова. И, соответственно, работать вам нужно вот с этими аспектами, вот, которые я описал. Вот, ну, а не, как бы, ждать, да? Вот, пока человек, там, грубо говоря, ну, сизволит вас спросить. Обратите внимание также на некоторую неэмпатичность по отношению к мужчине. То есть, у него проблемы, да, вот, ну, в его семье, как вы сказали. Вот, а вы, как бы, ну, называйте встречу плохой. То есть, это неэмпатичность, это потребность во внимании. Вот, в потребности во внимании вашей ничего плохого нет. Это нужно, это обязательно нужно учитывать, это обязательно нужно понимать, что ничего плохого, вот, в том, что, ну, что у вас такая потребность, и это быть не может. Но, если это потребность, скажем так, невротическая, то есть, идущая от наличия психологических проблем, вот, если это потребность невротическая, то, естественно, вы не сможете ее удовлетворить, ну, через, вот, через достижение какого-то состояния в отношениях с, ну, вот, ну, с мужчиной, да, вот, вы не сможете этого сделать. Потому что вам нужно будет, ну, всегда по, по большому счету вам нужно будет, вот, всегда еще, 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 еще. Вот, всегда будет, ну, всегда будет мало, грубо говоря, всегда будет мало вам какого-то внимания. всегда будет требоваться, ну, так скажем, больше и больше, ну, подтверждения, да, то есть вот как вы говорите, что вот мне было важно, чтобы я вот знал, что там я для него, грубо говоря, лучший друг, например, среди девочек, вот. То есть, условно говоря, чем больше я, ну, чипал ваш текст, тем больше я как-то вот думал о том, что вы пытаетесь решить какую-то свою проблему. Вот. Отношения – это не место, где люди, ну, где люди решают свои проблемы. Вот. Отношения – это место, где люди проявляют себя. Отношения – это место, где люди выражают себя. Отношения – это место, где люди могут быть, ну, с собой, грубо говоря. Вот. А с этим, мне кажется, у вас как раз-таки есть вот определенные проблемы. Вот. И именно, вот, именно в том, именно в том, чтобы научиться, научиться вам быть собой, я думаю, и заключается в данном случае основная работа психолога. Вот. То есть, вот, если мы говорим о том, как мы могли бы вам, как мы могли бы вам помочь, вот. То есть, если мы можем вам помочь, то помочь мы вам можем вот через такие, через такие моменты, в таком направлении. Вот. Сейчас же вы, ну, вот, что вы сейчас делаете, да? Вы сейчас просто, ну, грубо говоря, спрашиваете нас о том, есть ли шанс. Вот. То есть, эээ, штука-то, штука-то вся, эээ, штука-то вся в том, что, ну, психологи, да, психологи, эээ, не предсказатели. И мы не предсказываем, ээээ, как бы, ну, есть, эээ, там, шанс или нет шанса. Этим, эээ, больше, на самом деле, занимаются ээээ эзотерики. Вот. Психологи такими вещами не занимаются, вот. Потому что мы позиционируем себя как людей, которые, ну, грубо говоря, взаимодействуют более близко именно вот с, скажем так, с реальностью. Вот. Понимаете, понимаете, да? Какая штука здесь. Вот. И учим людей. Учим людей тому, чтобы брать на себя ответственность. Учим людей тому, чтобы брать власть над, вот, как раз своей жизнью. В свои руки. Вот. А не, ну, как бы, зависит от кого-то. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.